В Малаховском музее истории и искусств прошло мероприятие для учеников местной школы-интерната четвертого вида под названием «Звезда Победы». В преддверии 9 мая школьники услышали рассказ о героях Малаховки и своими руками смастерили звезду из георгиевских лент. В Малаховском музее истории и искусств непривычно шумно. Здесь воспитанники школы-интерната четвертого вида, для которых сотрудники музея подготовили патриотическое мероприятие под названием «Звезда Победы». Мы в преддверии великого нашего праздника, 9 мая 1945 года, это считается день всемирной, можно сказать, исторической победы нашего народа и ее вооруженных сил над фашизмом. И именно мы хотели бы сегодня рассказать детям о подвиге не только нашего народа, но и наших односельчан. Один из героев Малаховки Юрий Ломакин. После летного училища он ушел на фронт, где был взят в плен и отправлен в концентрационный лагерь в Бухенвальде. Там он геройски погиб. И он бросается на эсэсовца, выхватывает ему хинжал, убивает, но в то же время его убивает. Такой был великий подвиг. Следующая часть программы – знакомство с георгиевской лентой. Оранжевый цвет – это цвет золота или желтый. Золото – это самое высокое звание. И черный – это дым войны. Вооружившись георгиевскими ленточками и клеем, ребята своими руками пытаются сделать звезду победы. Наши детки слабовидящие и привыкли мир ощущать. И то, что сейчас детки наши работают, занимаются с интересом, это очень для них полезно и познавательно, и увлекательно. Меньше недели остается до 73-й годовщины победы советской армии над фашизмом. Акция «Бессмертный полк», праздничные концерты, спортивные мероприятия, исторические викторины и многое другое ждет Люберчан 9 мая. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.